Президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что рецессия не угрожает американской экономике. В Соединенных Штатах все еще самый низкий уровень безработицы за всю историю страны – в районе 3,6%. Глава государства добавил, что в США продолжаются инвестиционные процессы. В то же время руководители американских банков считают, что экономика страны движется в сторону рецессии. Попытки Федеральной резервной системы США сдержать рост инфляции с помощью повышения процентных ставок могут спровоцировать экономический спад. Так, Банк оф Америка прогнозирует умеренную рецессию во второй половине нынешнего года, а банк GP Morgan Chase считает, что риск рецессии чрезмерно высок. По данным Министерства торговли США, ВВП страны в первом квартале текущего года сократился на 1,6% в годовом исчислении. Кроме того, потребительские цены в стране выросли по итогам июня на 9,1% в годовом выражении, что является крупнейшим ростом с ноября 1981 года. С целью борьбы с инфляцией Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку сразу до 1,5% и 1,75%. Продолжение следует...